Сэр, найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейнер, Джеймс, шериф в отставке. Колония Марсара. Вступил в террористическую организацию сына Икархала. Статус преступник. Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя. Преступник. Доступ закрыт. Что? Строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. Всем приветушки, друзья мои. С вами, как всегда, я и мы продолжаем делать что-то интересное. Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Да вообще... С нашим стервятникам и в подметки не годился. Знат, да мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Да я и сам не особо понимаю. Ладно, давайте пойдем в лабораторию. Джим, поговорите со мной. Что случилось на Торсонисе? Я вижу, что воспоминания причиняют вам боль. Торсонис. С него все началось. Менгск выкрал пси-излучателю конфедератов и установил его на планете. Он знал, что это привлечет зергов и... В тот день началась наша революция. В день, когда Менгск уничтожил целую планету и назвал это справедливостью. Боже. Миллиарды невинных людей. Это... Это чудовищно. Неудивительно, что вы его так ненавидите. Это да. Журнал Статмана. Запись 2247. Образец в ткани зерга продолжает эволюционировать. Он обладает моторными функциями. Несмотря на отсутствие нервной системы, он выдает больше тепла, чем мог бы поглотить, находясь в пробирке. Я начинаю понимать, как зергам удается так быстро закапываться. Они обладают миллиардами крошечных мышц, постоянно вибрирующих с низкой частотой. Таким образом, им удается разрыхлять землю и крошить камень. Они буквально плывут под землей, а скорость их перемещения приближается к скорости бега. Похоже, это знание может оказаться полезным. Так, нашли некий протовский кристалл. Это мы уже читали. И теперь у нас появилась консолька исследования, плюс дьютант, который не хочет с нами болтать. Причем болтает еще и на английском. Статус пользователя. Преступник. Введите код доступа. Итак, что же нам доступно? Нам доступна планетарная крепость. Очень крутая штука, но не может взлетать. Или нам доступна турель и погибель. Я думаю, что эти турельки будут более интересны, потому что они сжигают очень хорошо зергов. Поэтому разработаем именно их. Так, теперь мы поедем в арсенал. Прямиком в арсенал. Да-да, старые добрые деньки, грабежи поездов, бодрячком и все такое. Кстати, теперь я умею клепать аспидов. Красавчик. Аспида здесь нигде не поставил, нет? Жаль. Итак, техника аспиды. Дальность атаки увеличена. Либо бронька увеличена. Но я аспидов не особо люблю. Да я в принципе технику не особо пользуюсь. Я в основном иду во что-то одно. Так, бункеры, думаю, можно увеличить. На два места. Инспиративные курики тоже можно увеличить, потому что потом это нам очень пригодится. Ихоту мы прокачаем попозже. Тем более, что это все приобретено, и нам потом еще можно стимуляторы прокачать. Все, пока что пойдем просто на мостик. Я ищу эксперта-дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Орланд в мертвецком порту взломает что угодно. Давненький я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло, доженить бы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал, какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных. Итак, у нас опять, собственно, два выбора. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемника в мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код. Так, эту миссию я точно буду проходить чуть позже, потому что здесь два варианта развития событий, насколько я помню. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Окей, давайте сделаем это. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? В это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но думается, для такого стрелянного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Хм. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Ну что ж. Давайте выживать. Я думаю, что это будет важно. Выкладывай. Хотя бы один построить. В принципе, нам надо добыть 8 тысяч. Это сделать возможно. Мы это будем делать. Лава поднимается. Собираем рабочих. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМ из низины. Есть. Могли бы, конечно, еще подобывать, но... Что происходит, а? Такое, конечно. Есть работенка. Что стряслось? То есть, ребята добывают. Можно продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все выяска и строения на возвышенность. Угу. Хорошо. Так. Затянется это у нас на некоторое время, конечно. Так точно. Будет сделано. Будет очень опасно добывать все это дело. Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да. Это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение и ковбой. Так. Кого подлатать? Наладить обучение, говоришь? Ну давай, наладим. Чего тебе? Пока ребятами изучим здесь все. Непременно. Вот так. СМ готов. Здесь, например. Сэр, сэр. Сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... Наши исследования значительно продвинутся. Угу. Два бруталиска причем. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Так. Точнее нет. Бруталиск и отыщите ребят Тоша. Так. Ладно. Лаборатория. Что ж, занимаемся развитием базы пока укреплением. Все дела. Думаю, стоит постой. Так. Здесь доктора вызывали. Так. Есть. Ну что ж, пока добывается. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Вовремя медиков поставил. Ой, вовремя. Так. Ты будешь на двоечку, ты на троечку. Так, ты на пятерочку. Пам. Пам, пам, пам. Лава сейчас поднимется. Лава сейчас поднимется. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Конечно. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Смерть на пороге. Ладненько. Думаю, для начала вот так справимся. Что стряслось? Ребят, пусть тут добывают. Улучшение завершено. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Прось с дороги! Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Тем более, что здесь есть еще один выход. Так, ну, здесь вроде все окей. И это все? Тебя прислал тоже, да? Вовремя ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Принято. О. Месторождение минералов выработано. Отлично. Возвращаемся на базу. Месторождение минералов выработано. А, ребяток тоже. Возвращаем. Сейчас вот здесь отбуем. Есть тропотенка. Так. Пересаживаем. Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Что стряслось? Ну, не совсем ближайших, но ладно. Ближайшие все-таки будут немножко другие. Ну, и на этом спасибо. Требуются дополнительные хранилища. Док хранилища требуется. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Улучшение завершено. Так скажешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не вешать нож, головорезы. Когда надела? Ладно. И это все? Вот да. Уже в пути. Разумно. Принято. Не вопрос. Отбой, места мало. А как же? Я первый, я первый. Непременно. База атакована. Вот да. Брось дороги. Нет, 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 ребятки. Не надо моих ребят трогать. Смерть на пороге. Все, возвращаемся. Порошается сейсмическая активность. Здание поднимаем. Лично здесь мы будем в основном только этими ребятами подниматься, подбираться и так далее. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Пока что все нормально. Так, сделаем вот так. Дабы больше производить. Можно продолжать добычу минералов. Уже в пути. Добываем, добываем, добываем минерала. Есть работенка. Так, кстати, надо оставить вот здесь вот тоже бункер. И тебя. Останавливать. Здесь мои друзья. Отлично. Добываем. И это все принято. База месторождения минералов выработаны. Так, в целом. В целом нормально. Здесь враги тоже. Месторождение минералов выработаны. Так, отлично. Рядико мы идем. Кому перейдать глотку? Приступим. Ладно. Пусть нас похиляют. Кара небесная. Ребят, жалко на самом деле. Они, считай, прошли через весь этот атак. Непременно. О, да. Мерк на пороге. Там, скорее всего, есть за сколько-то минут собрать все это дело. Нет, ничего проще. Я первый, я первый. И это все уже в пути. Не вопрос. Разумно. Нет, ничего проще. Против гидрита мы особо ничего не сделаем. Приступим смерть на пороге. Так. Что происходит? Что происходит? Я вот думаю, оставить, наверное, надо здесь. Здесь поставить. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. База атакована. Смерть на пороге. Так, поднимаем. Повышается сейсмическая активность. По сути, здесь почти ничего не осталось. Сейсминутся примет смеры предосторожности. Перемещаемся вот сюда. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Смерть на пороге. Кому навешать? Так. Угроза виновала. Можно продолжать добычу минералов. Так, сюда. И сюда. Ну, потому что они часто нападают. Пока ты летишь. Этих тоже ребят всех сюда. Садимся. Сейчас, на самом деле, лучше вот сюда послать. Отстаньте. Так. Садимся. Смерть на пороге. Продолжаем изучать. Так, вы здесь быстрее собираете, ребятки. Есть? Кому навешать? Понятно. Получай. Бежим готов. Смерть на пороге. Как-то так. Самые большие минералы вот здесь, походу. Я уже завязал. Так, точно, сэр. Что не дождать? Так, здесь вот тоже что-то есть. Угу. Тут тоже есть. Будет сделано. Бой. Все понятно. Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Как скажешь. Так, надо убить муту. Теперь на пороге. Приступим. Вооружен я. Кросто. Месторождение минералов выработано. Так. Давно вытащили. Месторождение минералов выработано. Подпонял. Отлично. Кросто. Отлично. Наши КСМ атакованы. Опа-па-па-па. Работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Месторождение минералов повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Почему бы и нет? Кто не на взрыв? На возвышенности. И там, и там. Так. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Чего пугаешь? Эсэйм готов. Приновенько, конечно, но ладно. Выполняю. Давно бы так. Месторождение минералов выработано. Так. Что за спешка? В принципе, фактически все сделано. Месторождение минералов выработано. Эсэйм готов. Вы, ребят, давайте сюда. Я думаю, сейчас перестроим немножечко. Вот так вот. И здесь тоже поднимем и поставим вот так вот. Эсэйм готов. Вас понял. Выкладывай. Ну, эй, базу-то не хотелось бы царять, конечно. О-о-о-о. Бега, лорс! Брось дороги! Точнят! Наши КСМ база атакована. Еще бы! Превосходно! Так. СМ! О, на то что, коли уж я напал немножечко на них. Пристройка завершена. Все понятно! Так точно! Что за спешка? Как скажешь, я уже... В принципе, ребята, молодцы. Хорошо проходит. Так, ладно, нет. Ты будешь мне все-таки производить. Что-то полезное. Так. Увиде лаборатории. Продеви меня! Нас тут выносят. Бегу, молодцы! Простому выносим. Попороцкому навесу! Давно бы так! Превосходно! Так. Все. Виспиновый гинзер и сяк. В принципе, всех зергов убили. Я настоящий головорез Повышается сейсмическая активность Рекомендуется принять меры предосторожности Тревога Начинается подъем лавы Требуется срочная эвакуация на возвышенность Да без проблем О, 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 Без проблем Там, в принципе, по-моему, угроза миновала как таковая все вот сюда и отдельно создай и ты тоже отдельно создай все теперь будем спокойнейшим образом просто добывать все это дело угрозу которую мы здесь было мы в принципе уничтожили как так изи шпизи все можно вообще тусовать спокойно никого не трогать что и дальнейшая миссия вообще просто дико просто все добываем я даже думаю что в принципе мы справимся до окончания вот этих двух минут по логике вещей по крайней мере учитывая как быстро набираются наши денежки зачистили всю карту убили всех зергов еще немного мистер 2-3 захода и готова да я думаю за один направлюсь все слишком просто так все 8000 минералов почти собраны это при том что у нас месторождение минералов выработано месторождение минералов выработано производились еще ксм к выработано месторождение минералов выработано месторождение минералов выработано молодцы ребята отличная работа а теперь сваливаем из этой адской бани уже управился а ты шустрый месторейнер думаю нам еще будет что обсудить бейте борталиска с помощью лавы в задании песочницы дьявола на уровне сложности боец а блин серьезно так можно было сделать я не знал а вот ладно всем спасибо всем пока с вами был как всегда дизертирка всем удачи надеюсь вам понравилось но тут надо будет потом выработать такие дела спасибо вам